Всем привет! В ближайшие несколько минут с вами будет Данута Хрустня и короткий выпуск правдивых, свежих, актуальных новостей о Беларуси и не только. Обязательно ставьте лайки и пишите сразу несколько комментариев по поводу того, что увидите и услышите. И начну со вчера обещанного мной эксклюзива по информации, предоставленной нашей редакцией представителем Байпол Александра Мазаровым. В миграционном кризисе замешаны не только белорусские власти и белорусские спецслужбы, но также и ФСБ Российской Федерации. Подобное сотрудничество длится уже давно, но если раньше российские военные передавали мигрантов в руки белорусских спецслужб на российской белорусской границе, то сейчас российские военные, которые содействуют миграции, внимание, находятся на территории Беларуси и прикомандированы Государственному пограничному комитету Республики Беларусь. Почему так происходит, есть только одно объяснение. Лукашенко слишком труслив, чтобы вступать в настолько жесткое сопротивление к Западу. Ведь сегодня четко запахло локальным конфликтом на границе с Евросоюзом. А вот при поддержке и под прикрытием Кремля это в самый раз. В свою очередь для Российской Федерации это излюбленное занятие – создавать военные конфликты на территории сопредельных государств. Остается только пожалеть офицеров, которые безропотно исполняют преступные приказы от руководства и унизительные инструкции, а возможно даже и приказы от российских спецслужб. Напомню, ситуация на границе остается напряженной. Несколько тысяч мигрантов пытаются незаконно пересечь польскую границу. На опубликованных вчера вечером видео слышны выстрелы. Белавия продала на аукционе свой первый импортный самолет Boeing 737, который в июле вывели из эксплуатации. Торги продолжали всего каких-то там 12 минут. Уж больно кому-то он был срочно нужен. Начальная цена лота выросла примерно на 150 тысяч рублей. Итоговая цена самолета составила 3 миллиона 100 тысяч белорусских рублей. Что известно о данном самолете? Борт появился во флоте белорусского авиаперевозчика 15 октября 2003 года и прослужил авиакомпанией 17 лет. В июне 2021 года в соответствии с планом модернизации флота самолет был выведен из эксплуатации. С Белавия Boeing выполнил 17 596 рейсов и налетал 30 739 часов. Хотелось бы также знать имя покупателя, но, к сожалению, оно не разглашается. И, вероятно, не просто так. Возможно, кто-то из известных нам вторых или третьих лиц государства собрался улететь с концами в какую-нибудь Гваделупу, когда запахнет жареным. Иначе Гваделупа ждет их в скором времени в Беларуси. В МВД назначили нового пресс-секретаря. На должность начальника управления информацией и общественных связей МВД назначена подполковник милиции Наталья Сахарчук. До этого более двух лет она руководила отделением информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома. В 2003 году Сахарчук стала следователем районного подразделения УСК по Брестской области, затем длительное время прослужила на различных должностях в областном ГАИ и, в том числе, почти 10 лет возглавляла отделение агитации и пропаганды, но чем не отстойный, ой, простите, достойный заместитель Ольги Чемодановой, ранее занимавшей этот пост. Чемоданова, напомню, 4 октября перешла на новое место работы в Мингоросполком. Кстати, нашла как-то ее страницу в Одноклассниках. Обратите внимание, в первую очередь, на саму длинноногую крысавицу и на ее девичью фамилию, которая, как мне кажется, написана не до конца. А фамилия и в самом деле, как и сама Ольга, стромная-пристромная. Друзья, будьте здоровы, носите маски, подписывайтесь на канал, пишите мне приятности, ставьте лайки и оставляйте комментарии под видео. Помогайте продвигать его в тренды белорусского ютуба. Пусть как можно большее количество людей узнает, какой беспредел по-прежнему продолжает твориться в дитаторской стране в центре Европы. С вами была Данута Хлысня. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»!